На данный момент в Бурятии реализуются десятки инвестпроектов. Основная масса на побережье Байкала. Однако ни строительство, ни последующие эксплуатации объектов не должны навредить природе. Вот главный посыл совещания. Наша общая задача найти те решения, которые помогают сохранить природу, не разрушают ее. В то же самое время создают условия для отдыха граждан. Он уверен в том, что оборудованные со всеми необходимыми удобствами туристические комплексы это гораздо лучше, чем такой дикий отдых, который на берегах Байкала мы и сегодня наблюдаем и который оставляет за собой не очень приятные следы. Местом притяжения для инвесторов является Байкальская гавань. Сейчас там реализуются сразу несколько проектов. К примеру, Гринфлоу Байкал уже приступил к возведению туристического комплекса, который включает в себя отель на полторы сотни мест, термальный комплекс, детскую зону и ресторан. На зимустройку пришлось приостановить. Активно начинаем с третьей декады марта возводить монолит-каркас и по плану до осени полностью возведем здание отеля термального комплекса для того, чтобы к зиме закрыть тепловой контур и планируем сдачу проекта летом 2024 года. В целом, по республике количество туристов ежегодно растет. В прошлом году у нас размещение туристов, которые приехали и переночевали у нас, не просто заехали, а переночевали в комплексных местах размещения, выросло на 40%. А если брать этот год январь к январю, то январь этого года к прошлому году плюс 80% уже. То есть у нас очень существенный рост. Также Алексей Цыденов отметил, что на данный момент в Бурятии туристический спрос превышает предложение. Это придает уверенности инвесторам, поскольку построенные ими объекты будут востребованы. Руслан Хороших, Сергей Медведев, Новости дня.